Приветствую, и да, сегодня будем играть в игру под названием Survivalist Invisible Strain, которая напомнила мне немного Mountain Blade с какой-то помесью Кенша. То есть у нас тут тоже рандомно генерируемый мир, разные поселенцы, каждый со своим характером, и особенно боевка, боевка тут вообще классная. То есть мы можем атаковать противника по ногам, он тогда падает, замедляется, и мы его там уже добиваем как-то сверху. И да, также стелс тут довольно интересный, стоит учитывать направление ветра, почует ли нас зомбики, которые находятся рядом. То есть все это надо учитывать, и в целом игра выглядит довольно занятной. Так что давай перейдем к созданию персонажа, и посмотрим, что нас будет ждать на нашем пути. Что ж, на данный момент у нас только один режим, и это песочница, но с помощью модов вы можете добавить себе еще режимов. И да, я конечно не могу не похвалить местную кастомизацию персонажа, смотри, мы можем здесь настроить пол, можем настроить внешность, лицо, в общем тут куча всего. И самое что главное, мы можем после этого сохранить свой персонаж, и потом в дальнейшем мы можем просто его загружать. А это очень сильно упрощает процесс создания персонажа. Что ж, нашего героя будет звать Валюха Сухарь. И название сообщества у него будут, пожалуй, деревенские парни. Деревенские парни. И, пожалуй, да, ему будет 28 лет, наверное, давай сделаем ему 30 лет. Так, и цвет глаз мы, пожалуй, сделаем тебе вот такой вот. Волосы на лице меня, пожалуй, устраивают, и знаешь, он мне немного напоминает героя из фильма «Тупой еще тупее». Что ж, когда мы его уже настроили, хотя, знаешь, цвет волос я бы ему поменял. Вот примерно на какой-нибудь вот такой. Отлично. Мы можем настроить ему также одежду. Сейчас. Одежду и цвет одежды. Почему-то рубашку мы, правда, не можем поменять. Но в дальнейшем, надеюсь, у нас будет такая возможность. Так, погоди-ка, кепка. Давай, пускай у него вот такая вот кепка будет. Вроде бы смотрится неплохо. Так, и мы потратили, походу, все свои очки. То есть он у нас будет вот так вот одет. То есть мы можем еще и цвет нижнего белья ему настроить. Ну, я его не вижу, поэтому ладно. Так, и обвес. Смотри, у нас здесь есть лук, стрелы. Угу. Хм, ну, знаешь, я бы, может быть, взял бы что-то типа топора или что-то поинтереснее. Конечно, я бы поменял ему навыки. Например, сделал его бойцом. А обвес у нас при этом поменялся? Да, смотри. Он теперь у нас мочет и у него есть коктейль молотова. Ну, давай мы, наверное, попробуем ему поменять. Уберем коктейль молотова, пожалуй. И поставим ему... А, нет, на небольшой рюкзак не хватает. Ну, тогда мы, пожалуй, возьмем себе морковь. И это все? То есть морковь и... Так, вот. Ну, вот так хватило. И, пожалуй, нательный крестик, чтобы сохраняться. Так, по навыкам мы уже определились. То есть у нас будет хорошо участвовать в бою. И повышенное количество очков фикнеса позволит нам переносить больше вещей. Так, это также у нас тут есть личное, смотри. Замкнутый, идеалист, циник, уличный, исключительный, лояльный, скептик. Ну, пожалуй, наверное, давай его оставим так, как он у нас сейчас настроен. И перейдем к созданию мира. Что ж, создание мира заняло какое-то время. Но все же мы появились в этом чудесном месте и можем отправиться на поиски своих приключений. Давай попробуем осмотреться и понять, что тут, мать его, происходит. Погоди-ка, это... это выживший вообще? Да, судя по всему, это выживший. Давай попробуем помочь. На тебе, скотина, атак тебе. Так, отлично, отбегаем. Так, что у нас тут есть? Морковь. Ну, морковку-то не надо кидать в зомби. Так, ну, мне кажется, это плохая идея, поэтому... Давай, может быть, мы его убили? Да, убили. Так, там осталась еще парочка этих зомбишей. Вот так тебе, скотина. И вот так тебе. Пускай он подходит медленно. Оп. Отлично. Этого мы тоже убили. Так. Давай, давай, руби ее в мясо, в мясо. Давай в голову, в голову ей. Причем наведение на цель здесь тоже довольно интересно выглядит. Мы просто держим в прицеле свою цель, после чего спускаем мышь. И вот мы наводимся ей на ноги. Поднимаем, наводимся на голову. И, собственно говоря, вот мы. Привет! Я нет. Ничего, что стоит украсть. Эм, ну да, ломаные русские все же. Давай, пожалуй, с ней поторгуем, посмотрим, что у нее есть. Хорошо, но я немного. Господи, боже мой. Возможно, нам придется вернуть все на английский язык, но давай пока что, наверное, поучимся. Убедите кого-нибудь присоединиться к вашему сообществу. Окей, давай попробуем. Так, подожди, подожди. А куда ты побежала? Ты елки-палки. Привет. Как вас зовут? Как вас зовут? Я Хоуп Пук. Ага. Как вы себя чувствуете? Жизнь продолжается. Отлично. Ну, давай, наверное, что случилось? Спросим. Прямо сейчас по поселениям распространяется новый штамп. Вы не знаете, у кого это есть, пока не станет слишком поздно. Эм, давай, наверное, какие симптомы следует искать? Я не знаю. Их глаза не меняют цвет, как с другими штампами. Она невидима. Ага. Так, ты выглядишь голодным. Я могу помочь. Эм, давай, наверное, она сразу к нам присоединится. Как насчет присоединиться ко мне? Вы определенно доказали, что вы хорошо. Что ж. Хоуп Пук присоединилась к вашему сообществу. Уже неплохо, так что давай, может, попробуем переключиться на нее и посмотрим, что она из себя представляет. Так. Присутствие народу. Два человека. Так, ну вот, собственно говоря, у нас новый этот персонаж. А что у тебя по характеристикам, скажи мне, пожалуйста? Так, погоди. То есть, смотри, у нее скрытность прокачана на максимум. Огнестрел. Ёлки-палки. Да у нее все прокачано. Так, а это довольно круто. Смотри, она и луком может пользоваться. Да. Она всем может пользоваться. Что ж тут говорить. И стройкой, и фермерством. Давай, может быть, передадим ей тогда свое оружие. Так, подожди. То есть, смотри. Я тебе даю топор, а ты мне сковородку. Мне кажется, хороший обмен. Так, топор. Отлично. И, пожалуй, вернемся на своего персонажа Валюху. Так, а что у тебя тут есть? Взять все? То есть, ты взял у него крестик или что? А, смотри. Розовое пальто. О, тепло на 4 пункта. В принципе, это не так уж плохо, поэтому давай попробуем взять его. А, в любом случае, мы можем его просто разорвать на тряпке. Что тоже вполне имеет место быть. Так. Ладно, возьмем еще немножко тряпок. Да, давай, может быть, прямо сейчас попробуем порвать на тряпке. Вот эту рубаху, например. Так. И, варя, мы получили новую тряпку. Так, взять все. А что у нас у нее? Ботинки военные. Тепло на 2 пункта. То есть, это больше, чем у меня. Давай тогда возьмем их. И, пожалуй... Так. Да, пожалуй, мы можем остаться вот с этим. Я не знаю, конечно, какое там состояние этой одежды. Но... Так. Смотри. То есть, тепло 4 пункта. Да, вроде бы... Нормально оно выглядит. Ну, розовое, правда. Но все же. Лучше, чем ничего. Так. И смотри. Можно тогда было бы порвать свою рубаху. Потому что рубаха, в принципе, не дает особо тепла. А с этим пальто мы вполне способны противостоять холоду. Так что, давай, может быть, осмотрим вот эту машину. И возьмем какой-то новый журнал. Это, судя по всему, журнал для фитнеса, да? А, книга стрельбы из лука. Смотри. Мы можем отдать эту книгу, получается, вот этой девушке. И у нее тогда будут две звезды. Так. Ладно. Ну, мы тогда, получается, здесь все осмотрели. Давай попробуем посмотреть, что там вот в тех машинах. Так. А это еще что? Палатка. А, вот у нас корода только осталась. Так, ну, я не скажу, что они выглядят особо мирными. Ну, давай попробуем подойти к ним и поговорить. Так. Тут какие-то шприцы. Так. Привет, ребят. О, привет, сэр. Мы просто проходим здесь. Мы не хотим никаких неприятностей. Эм, давай попробуем поторговать, наверное. Хорошо, но мы немного. Понятно. Ну, смотри, у нее есть бинт, а у нас есть зеленый штамп антиген. Ага. То есть, в случае чего, мы можем уже вколоть антиген кому-то из персонажей. Так. И да, пока что я могу, конечно, попробовать продать ей свои крестики. Но, к сожалению, у нее нету золота. Так что, на кой черта ей это? Так, давай попробуем торговать. Давай торговать предметами. Конечно. Давай глянем. Так. О. А там, судя по всему, зомби появился. Какой-то зомби? Ух ты ж. Зомби. Зомби. Отлично. Ну, мы вроде бы помогли им. Ух ты ж. Ёлки-палки. Еще зомби. Отлично. Подходим. Вот так я тебя сковородочкой. Получай еще. Так. Еще раз. На тебе по голове уже. И еще по голове. Так. Пускай они подходят. А мы, пожалуй, воспользуемся вот этими ребятами. Пускай они тратят свои стрелы. Оп. Отлично. Вот так тебе. Давай по ноге, наверное. На тебе еще. О. Так, 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 так. Отходим, отходим. Да что ж на нее все прыгают-то? Эй, мадам. Ну, ёлки-палки. Давай ты уже прекратишь себя подставлять. И, может быть, начнешь как-то сражаться. Я не знаю. Так. Ты умри ты уже. Господи. Так. Ну, смотри. Мы можем с ними попробовать сейчас поговорить. Как насчет присоединиться к нам? Вы определенно доказали, что вы хорошо. Так. Смотри. Этан Антони присоединился к вашему сообществу. То есть у нас уже три человека, ёлки-палки. Мы можем начать отстраиваться и что-то... Что-то возводить. Так. А ты? Ты не хочешь к нам? Позволь мне дать тебе немного антигена зеленого штамма. Ага. То есть мы сейчас отдадим ей свой шприц. Оп. Давай ты к нам тогда еще и присоединишься. С какой стати я хочу работать с тобой? Нет, спасибо. Ах ты скотина. Я понимаешь ли... Я понимаешь ли тебе шприц дал, мать твою. А ты даже присоединиться к нам не хочешь. Вот же ж тварь. Ты посмотри на нее. Так. Может быть это тогда захочет? Так. Давай присоединяйся. С какой стати я хочу работать с тобой? Нет, спасибо. Да елы-палы. Сдохни, подонок. Ну, нет. Давай все-таки не будем их убивать. Попробуем облутать тогда вот эти трупы и посмотрим. Может быть мы даже отстроимся где-нибудь рядом. Смотри. Опа. Ключом к жизни является сохранение тепла. Найдите топор, чтобы дерево и что-то, чтобы развести огонь. Да. Этот перевод это конечно что-то. Взять все, взять все. Ну, мы собрали уже неплохо так золото. Так что, может быть, может быть, у нас даже получится купить лук, который у того персонажа. Так. Подожди, а что у тебя там есть? Рубаха на два тепла и какие-то штаны. Так. У этого крестик. Но также у него есть куртка на четыре пункта, которая, если честно, выглядит лучше, чем моя. Поэтому давай мы, наверное, разорвем ее на тряпке. И попробуем одеть новую рубаху. То есть куртку. Так, где она у нас тут? Вот она. Четыре пункта тепла. Слушай, она выглядит куда лучше. У меня в реале такая же. Так что, в принципе, я рад, что мы поменяли тут. Сделали небольшую обновку, так скажем. Так, а это что еще? Чипсы какие-то? Да, судя по всему. Ой, еб. Так, 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 так. Скоро, да. Отлично. На тебе. Так, так, так. Ребята, ну, ну, ну. Давайте, орудуйте. На тебе. Что там, еще один зомби? А, он не понимает, что происходит. Так, тихо, 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 тихо. Что ты делаешь? Ты сядь. У нас есть враги. Понятно. Он наводился на того зомби, который был рядом. Да хватит вы. Посмотрите, там другой зомби идет, а вы все того атакуете. Ах ты. Хотя, вроде у нас все хорошо получается, поэтому... Давай, не будем их ругать. В любом случае, у них получается сражаться лучше, чем у меня. Так. Атак тебе. Давай, забивай его, забивай паскуду, забивай втроем. Так, ну, боевка тут веселая, то есть, то, как мы забиваем противников, это довольно интересно. Толпой наваливаемся и начинаем забивать его. По ногам, по рукам, по голове. Давай, золото немного. У этого крестик. Сколько же у них крестиков, елки-палки. Не понимаю, правда, зачем они им. Вот серьезно, вот нету ни еды, ни воды, ни золота, одни только крестики. Так. Сапоги с пряжками. А у этого что? Военные штаны и пальто. Угу. Ну, давай тогда, может быть, подпустим его к себе и попробуем. Вот так тебе. Вот так. Так вот тебе. И по голове, по голове теперь, по голове. Так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тихо-тихо-тихо. То, что ж ты нашего союзника-то паскуда атаковала. Все, все, забили, забили, гады. А, еще один зомби. Так. Все, все, все. Давай его по голове. Фу. Так, еще один крестик. Я не знаю, у меня уже склад крестиков. Просто их где-то около десятка. Если не больше. Так. Ну, ладно. В любом случае, мы, я не знаю, поднакопили крестиков. Так что, можно попробовать было бы их всех расплавить. Так, подожди. А что у нас тут? Попробуем войти в этот вот. Угу. То есть, мы могли бы в теории переночевать тут. Да и вообще сделать небольшое поселение. Где-то здесь. Смотри, три человека. Ага. То есть, вот у нас тут какие-то вещи есть. Лопата! И урон, вроде бы, неплохой. Слушай, а почему бы нам не перейти на лопату? Дистанцию атаки у нее повыше будет, чем у сковороды. Так. Вы можете ударить людей этим. Сковорода. Ну, знаешь, все-таки лопата звучит как-то поинтересней. Научно-фантастический роман. А у тебя? У тебя сковорода тоже. Ну, давай, может быть, возьмем тебе романчик. Пластиковую бутылку. Ведро для краски. Тряпка. Немного контейнеров. Ой. Слишком много всего. Так. Опять же, слишком много всего. Придется пить воду из реки. Да. В смысле? У нас тут вообще-то... У нас вообще-то тут были кое-какие вещи. Погоди. А, так. Сообщество. Ты, пожалуйста, посмотри, что там внутри. Что там внутри вот этого контейнера или дома, или что это. Так. То есть. Взять. Вот, смотри. Бутылочка воды. Бутылка водки. Вот зачем тебе какая-то вода из-под реки? Когда можно вот этого всего напиться и радоваться жизни. Так. Железная пластина. Ага. Слушай, давай, может быть, попробуем вот эту вот убогую сковороду поменять на ломик. Буль-буль. Да, конечно, русский здесь очарователен. Так. Железная пластина. И, пожалуй, стальной слиток. Золото. Естественно, золото мы возьмем. Тряпки. Спички. Да елки-палки, как мне отказываться от спичек? Так. Ну и, наверное, я даже не знаю. Ааа. Можно было бы и вправду тут тогда устроить себе поселение. Выкопать какое-то... Так. Что у нас тут есть? Подожди. То есть, ты хочешь сказать? Ну-ка. Давайте поменяемся предметами. Вот, смотри. У него есть балаклава. Ааа. Вот такой вот у него... Что это? Пробиваемый жилет. Ааа. Отлично. Давай тогда мы попробуем отдать ему лопату. Ты сковороду тогда нам отдай. И, наверное... Сколько тут урон? Фууу. Урон тут не показывается. Подожди. Вот он. Урон. То есть... Вот столько. У сковороды вот столько. А, и в принципе, да. Это все. Ну, фомка, она послабее будет, чем лопата. Поэтому, пожалуй, наверное, останемся с тем, что у нас есть. Так. А что у нас тут? Угу. Цемент. И герметичный контейнер. Ведро для краски. Так. Наверное, возьмем все-таки ведро, потому что оно имеет место быть. Мне кажется. Блин, смотри, 28, мать его, досок. То есть, можно было бы действительно тут разбить какой-нибудь, я не знаю, лагерь. И брать уже ресурсы из этого места. А почему нет? Смотри, тут еще и... Ну да, тут зомбики, конечно, есть. Но в остальном можно первое время использовать в качестве домов вот эти вот контейнеры. Ну, точнее, не контейнеры, а прицепы. Ёлки-палки. Пуф, а что там внизу? Какой-то мост или что это? Так. Ой, нет, 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 нет. О, там много зомбиков. Поэтому давай, наверное, как-нибудь все-таки отойдем оттуда. Я не хочу просто начинать с ними бой. Учитывая, что мы немного в проигрышном положении, пожалуй. Так. Подожди, а что у тебя там в плане... А, лопату бери. Вот, лопата. Смотри, ну, он может начать копать. А у тебя что? Ну, нам нужен ящик с инструментами. Ёлки-палки, как же их-то много. Так. Отлично. Ребят, давайте мы просто как-нибудь отойдем. Я вижу, там, кажется, еще один контейнер. Можно было бы как раз-таки к нему... А, нет, стоп, это дом. Это, судя по всему, дом. Давай тогда ускоримся. И попробуем там уже... Это какой-то город. Богатый скиба. Сейчас мы тогда попробуем подобраться. И уже посмотрим. Ёлки-палки. Тихо-тихо. Так. Да подожди ты. По ногам. Так, их слишком много. Их слишком много, ребят. Отходим, отходим. Да ёлки-палки. Просто их много, и я не понимаю, как мы будем с ними... Отлично, отлично. Давай забиваем пока вот этого. Тут, наверное, справится. Отлично. Этого мы ранили. Так. В голову, в голову, скотине. Да получай ты уже. Так. Отлично ранили. Он упал. Всё, он забился. Фууууу. Ещё один. А так тебе. Ну, кажется, поселение оказалось пустым и забитым зомбиками. Так что... Давай добьём оставшихся. Соберём очередные крестики. Куда же без них. И, пожалуй... Слушай, а можно было бы действительно как-то обосноваться здесь. Смотри, тут и дом есть, и в целом... Можно было бы построить себе какой-нибудь заборчик. Как-то обнести всё это. У нас и там есть контейнеры, которые мы особо-то как-то не использовали. Давай посмотрим, что тут будет у нас. Так, мусорный контейнер. Тут какие-то бутылки. Смотри. Что у нас тут? Ага. Тут у нас и оружие, и консервы, и пластиковая бутылка с водой. Ну, судя по всему, мы... А, это ещё что? Это верстак! Сделать деревянную доску с гвоздями. Экстракт пороха. Сделать трубную бомбу. О, вау, 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 сколько всего. То есть, ты можешь сделать из биты, биту с гвоздями. Но, к сожалению, у тебя нету самой биты. Или есть? Так. Давай посмотрим тогда, что в этом домике есть. Жалко, конечно, что сами дома нельзя заходить, но в любом случае, смотри. Так, научно-фантастический журнал, детективный роман. А, ещё одна лопата. Ещё одна лопата. Слушай, а может быть, за место вот этой клюшки мы возьмём лопату? Хотя, клюшка, кажется, неплохо так бьёт. То есть, в теории, мы можем вырыть себе колодец тут и, я даже не знаю, обосноваться. Сделать себе заборчики, сделать новые дома и какие-то новые мастерские. Смотри, герметичный контейнер, древесный уголь. Господи боже мой, сколько тут всего? Так, ну, в целом, место мне нравится. Правда, у нас нету, кажется, ящика с инструментами. Поэтому я не особо понимаю, как мы будем строиться. Так, погоди-ка. Судя по всему, он нас заметил. Тихо, 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 тихо. Вали, падлу! Вали её! Забивай! По голове этой... Так, ещё один подбегает. Оп, упал, упал! Забивай его, забивай! Да, да, да! Давай! Так, ну вот, у нас теперь ещё больше золота. Фу, и ещё один крестик. Слушай, неплохо, неплохо. Так, и... Да, правда, зомбиков много. Довольно много. Давай, может быть, попробуем их обойти. Вот тут, пожалуй, встадим и будем ждать. Так. Давай сейчас попробуем выйти. Осмотримся. Ну, справа вроде бы никого нету, поэтому сейчас можно было бы попробовать как-то зайти им за спину. Так, тихо. Опа! Смотри! О! Подожди! Так. Последнего не получилось. Ну, смотри, мы вырубили зомби! Ёлы-палы! Мы его вырубили! Мы его задушили как-то! Аааа, так. Вот, золото. И у этого крестик. Ну, слушай. Давай тогда попробуем перейти в меню строительства. Ааа, что мы можем тут сделать? Установить зону. Без понятия, что это за зона. Так. И что ты хочешь? Ааа. То есть, я могу тут как-то их перемещать. Перемещать трупы. Хм. Что ж, на этом, пожалуй, мы будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь и не забывайте оставлять комментарии. В целом, игра мне понравилась и, может быть, даже мы сделаем дальнейшее по ней прохождение. Но, в любом случае, все зависит от вас, поэтому пишите, что думаете. А на этом, пожалуй, все. Пока-пока. И до скорого. Берегите себя и своих близких. Продолжение следует...